всем привет версия unreal 5.1 у нас изменилась настройки управления в общем персонаж сейчас как бы может двигаться до по старой структуре но уже в будущем это скорее всего выведут вообще из-за движка то есть если мы зайдем project settings input мы увидим вот это да то есть action mapping axis mapping то что мы настраивали ранее вот здесь у нас уже предупреждение то что это уже так скажем устаревшие но там я конкретно не переводим что здесь написано но предварительно да то есть здесь мы прописывали джамп там инвентарий инвентарь ускорение там какие-то до переключение камеры передвижение персонажа поворот влево вправо там поворот мышек ну и так далее то есть вот это сейчас необходимо переделывать уже на другую другую структуру давайте посмотрим если у вас допустим сейчас не существует в проекте player контроллера да допустим вот game mode зайдем у нас здесь вот стоит player контроллер классно если у вас не измененный как в данном случае у меня то можно принципе и на него если вы вдруг создаете свой player контроллер какой-то еще дополнительный в котором прописываете управление и так далее да ну естественно вам необходимо это все уже будет допустим в нем редактировать так скажем точнее его прописывать уже про персонажа допустим я создал дал player контроллер какого какого-то персонажа давайте в game mode его изменим вот он player контроллер наш будем сразу прописывать уже не стандартные такое значение что-то измененное и теперь смотрите в нашем игроке управление ранее состоявшие вот из такого системы движения да то есть здесь он двигается вперед-назад это двигается вправо-влево здесь он прыгает и ну и так далее то есть здесь он поворот мышки делает влево-вправо вверх вниз это как раз таки ускорение которое я прописал это переключение камеры сейчас будем все переписывать уже под новую структуру для этого нам необходимо ну давайте создадим отдельную папочку в него здесь это будет input как говорится стандартное уже наименование запомните папки так и здесь мы нажимаем правой клавишей и ищем input во первых нам нужен input action и input mapping контекст давайте создадим сначала input mapping контекст это основная часть которая как раз таки является указать указывающим нашей настройки так скажем управления в нем все прописывается допустим назовем ее и mc player и и давайте создадим сразу input action назовем и допустим movement то есть движение да какое-то зайдем input map controller контекст точнее я уже запутываюсь в этих названиях мы нажимаем плюсик давайте я лучше вот так как-нибудь поставлю это все чтобы было более расположение как-то внешне выглядело нормально и когда мы нажимаем на новом да здесь у нас как раз таки появляется input action и которые мы будем создавать по сути данном случае я пока его не редактировал сейчас мы у него зайдем и посмотрим пока просто я выбираю и здесь мы кстати можем прописывать уже какие-то клавиши которые будут доступны для управления данном случае это вперед-назад в с допустим да здесь и также будем прописывать влево-вправо и это вот буква и иди здесь пока все прописали но нужно будет еще кое-что добавлять так вот все я раскрыл чуть позже продолжим редактирование давайте сначала зайдем action вот она открылась и здесь мы должны написать action description давайте им под action также назовем как и называется сам у нас сам input action как раз таки пусть название будет такое теперь нам нужно изменить value type данном случае мы будем выбирать axis 2d почему 2d во-первых нам нужно вперед-назад и влево-вправо движение да то есть здесь как раз таки два вектора x и y получается вот мы их и будем выбирать нажимаем сохранить и переходим input mapping context теперь смотрите у нас input mapping context так как мы создали здесь уже наши клавиши управления нам необходимо сюда сейчас прописать модификаторы для управления во-первых в это у нас давайте вызовем пейнт чтобы было было конкретно как-то внешнее изображение так возьму красный цвет и толщину побольше смотрите это у нас значение до нашей стрелочки получается x и y то есть так как это у нас сюда получается положительное сюда положительное вниз по иксу у нас является отрицательным по игреку у нас сюда тоже является отрицательным и в данном случае когда мы нажимаем w мы идем вперед положительное значение если мы нажимаем буковку с у нас идет в отрицательное значение это мы тоже запомним до влево получается у нас тоже положительное и право отрицательное для этого мы модифид модифирс точнее будет правильно выбираем на букву w это у нас положительное значение так как мы выбрали input action axis 2d то есть axis да как вы помните здесь у нас мы выбираем свой зал input axis value и и как раз таки получается что она добавить и на букву а мы как раз таки будем ставить эти значения до на букву с и букву d нам необходимо поставить все то же самое но плюс еще дополнительный модификатор то есть мы выставляем везде вот это свой зал input axis value и на буковку с и надеем и поставим еще дополнительный модификатор это у нас негатив негатив отрицательное то есть они вот эти модификаторы складываются давайте сохраним и сейчас мы должны во первых нашему проекту подать вот этот input mapping context чтобы мы могли давайте вот сюда все скинем уже мы могли управлять персонажем уже с помощью вот этих управлений пока вот этого удалять мы не будем мы их просто отключим вот эти все управления теперь заходим project settings и здесь мы ищем такую штуку как сейчас ее бы найти инхайдсент input вот она чуть промахнулся здесь как раз таки мы default mapping context который мы создали до нажимаем плюсик и выбираем его из этого списка почему списка смотрите если у вас управление персонажем отдельно будет отличаться допустим управлением автомобиля или самолета здесь у вас будет по сути несколько видов до управления то есть вы должны создать для каждого так скажем предмета которым хотите управлять свой отдельный mapping контекст из-за этого она удобнее но слишком много созданий вот этих лишних файлов это немножко начинает напрягать и в дальнейшем скорее всего тоже будет напрягать вот сейчас мы выбираем то что мы создали для персонажа тот контекст и теперь давайте перейдем персонажа так гейм мод мы можем уже закрыть переходим нашего персонажа и смотрите так это вот как раз таки вам и управление создали давайте его выше приподнимем выше приподнимем и сейчас будем изменять но прежде чем изменять нам надо на begin play давайте вызовем begin play потому что я еще на нем ничего не создавал сразу мы давайте sequence добавим сюда потому что вы как знаете на begin play надо создавать очень много каких-то действий и вот как раз таки мы для начала сразу создадим чтобы потом не добавлять его так вы можете get player контроллер вызвать да и потом уже соответственно применять данную структуру но смотрите get player контроллер я все-таки рекомендую прописывать в контроллере иначе здесь нам нужно будет все таки более правильный вариант кастовать на контроллер то есть если мы давайте subsystems и я хотел написать и вот у нас как раз таки get and handset input local player subsystem вот она появляется из него мы должны добавлять дмэпинг дмэпинг контекст ну и при этом мы должны вообще проверить нашего то что наша так я не тот выбрал то что наш in handset вообще доступен то есть то что он существует либо доступен либо еще какие-то действия да то есть из валид одна из самых важных деталей вот такую структуру я бы конечно прописывал в контроллер из-за этого но так как мы прописываем сейчас персонажа давайте get controller get controller и мы должны кастовать на нашего получается на наш контроллер который мы создали мы его назвали pc player до player контроллер плеера вот мы его кастуем и на касте уже естественно делаем выполнение каких-то действий далее мы можем подсоединить все то есть мы вызываем из нашего контроллера энхайсент проверяем и далее уже подключаем наш мэпинг контекст точнее управление данным персонажем то есть вот эту штуку нам надо прописывать практически везде в каждом предмете так скажем мы либо персонажа к которым будете управлять пусть это будет автомобиль вертолет самолет там нельзя велик велик и так далее да то есть единственное что у нас может меняться player контроллер из-за того что допустим на велик у вас прописан другой player контроллер здесь естественно каст на другой будет так как у нас для персонажа он мы делаем управлением персонажем и выбираем контекст управление персонажем здесь еще есть при приорити да то есть приоритетность и смотрите допустим если вы создаете уже какой-то автомобиль для управления да то есть естественно вы создаете input допустим для автомобиля свой с его другими axis input action но можно кстати и использовать и их то есть если я выберу да это же управление здесь я тоже все то же самое буду делать единственное что допустим я могу управление не только лишь w буковкой с допустим но еще прописывать такими клавишами как вперед-назад клавиатуре которая является со стрелочками да ну и так далее то есть вот нюансы такие то есть вы на этом контексте можете изменять какие-то значения да то есть допустим у персонажа вы не можете управлять стрелочками а здесь можно то есть вот это дополнительные нюансы но естественно мы здесь должны модификаторы прописать и так далее но сейчас это я уже не буду делать смотрите сюда мы добавляем наш для автомобиля контроллер да и здесь естественно приоритетность приоритетность первое либо нулевая нулевая главной считается то есть вы можете здесь прописать авто сначала да а потом допустим плеер но если вы раз приоритетность стоит ноль а здесь единица у авто да естественно будет первое подключаться плеерная вот такая штука ну давайте пока плеера только и оставим а то можно принципе удалить нажимаем на стрелочку для лета и здесь мы прописываем ставим обратно приоритетность нулевое значение так будет правильно так здесь мы прописали да то есть все это наше управление которое должно корректно уже работать теперь старое управление мы будем здесь отключать мы его просто отключаем можем по сути убрать выкинуть удалить неважно сейчас мы должны наш input action movement который мы да как раз таки назвали вызвать сюда и здесь уже прописывать так как здесь у нас смотрите мы выбрали axis вектор да 2d она у нас вот такого вот значения мы здесь можем нажать правую клавишу и нажать клавишу split stretch pin то есть мы получаем на x и y а далее мы уже можем подключать все это значение но во первых мы должны sequence вызвать так как здесь у нас раздвоение получается да теперь одна вот эта нода она будет управлять и этим и этим одновременно мы на триггер вешаем sequence sequence мы подсоединяем и сюда и сюда ну а теперь для того чтобы управлять получается вперед вперед мы вызываем y сюда мы вызываем x то есть влево вправо у нас по x пойдет а вперед назад по y давайте проверим мы старое значение отключили так что она у нас не должно работать давайте сразу сохраним и здесь у нас инвалидные давайте удалим его пока из-за того что она не прописана скорее всего ругается так поворот мышки у нас работает старый давайте его отключим это вот эти значения так сейчас сразу проверим так мышка я уже не могу поворачивать но ходить я могу единственное что она у нас двигается всегда вперед назад потому что у нас у этого персонажа влево вправо то есть не настроена да если у нас у нас так это у нас где давайте через персонажа посмотрим так это у нас аним класс да анимейшн анимейшн класс и здесь есть как раз таки управление и зайдем state locomotion здесь у нас все прописано так вот locomotion state здесь у нас сейчас секунду найдем покорство и 어를 идем и вот так вектору 1d если я не ошибаюсь надо проще конечно найти волк ран дай по вектору 1d то есть она здесь у нас управление только лишь по одной линии до работает то есть горизонтальное управление скорость у спит но влево-вправо естественно нету то есть я нажимаю влево-вправо и он идет вперед-назад потому что не настроена корректно как бы управление именно наш animation blueprint в данном случае будет так то есть управление у нас есть если я настрою анимационный блупринт с помощью получается нормально управление до blind space но уже так это у нас манекен вот это то есть если я настрою и горизонтальная и вертикальная да он у нас будет допустим ходить правильно так как я джамб бросил это вот допустим айду run forward мы сюда ставим walk forward сюда ставим то есть если мы корректно все это настроим то он будет корректно ходить по управлению давайте возьмем теперь создадим так перейдем снова в эту папочку input создадим следующий input это на управление мыши input action далее мы выбираем получается наименование его пусть это будет input action лук здесь также мы прописываем action description здесь у нас тоже axis 2d потому что x y мыши тоже будет управляться также да и далее мы заходим в наш контекст давайте свернем наш input и в общем момент и добавляем input action лук здесь мы естественно выбираем мышку x далее мышку y то есть мы здесь будем как раз таки тоже управлять модифирс мы здесь ставим input axis валью так возможно мы чуть позже добавим негатив но давайте сначала проверим так это мы можем уже закрыть мы здесь поставили все это мы тоже пока закрываем настройки управления мы уже делать не будем так и здесь нам как раз таки нужен input action получается лук выбираем также разворачиваем получается splish track pin наш x y эти мы полностью отключаем управление и далее влево вправо это у нас бы вода подключения я у подключаем x y pitch мы подсоединяем вперед-назад и здесь мы тоже так же добавляем sequence на триггер подключаем его сюда давайте проверим как у нас работает мышка так вверх вниз и влево вправо у нас не отрабатывает давайте добавим по y негатив негатив так давайте посмотрим так окей давайте удалим получается на x вот это связал импут пусть на y у нас останется и негатив и связал импут проверим как так он отработает так влево вправо работает вверх вниз у нас тоже отлично работает и персонаж у нас передвигается сейчас у нас работает ускорение потому что я еще не настроил его давайте теперь все input action лук у нас настроен и перейдем ну давайте на jump на jump быстренько сделаем получается у нас снова мы input action создаем jump заходим сюда здесь у нас также прописываем input action jump digital bull здесь все уже правильно выставлено то есть нам булевая переменена нужна как раз таки то есть true или false то есть мы или прыгнули либо не прыгнули переходим на input mapping context и создаем еще дополнительно сюда input action jump прописываем spacebar модифирс мы здесь ничего не будем прописывать то есть на true jump нам не нужен никакой модификатор теперь давайте чуть-чуть настроим input action jump здесь мы на триггер поставим на jump это мы отключаем старую систему уже и на complete у нас получается stop jumping это у нас просто работают какие-то кастомменты я куда-то прописывал ну ладно так я их оставил можно и отключить в принципе скорее всего они не нужны так все отлично работает jump теперь ну и конечно что мы можем тут еще давайте посмотрим input action это камера то есть переключение камеры допустим на скорость да вот как раз таки давайте на скорость посмотрим скорость у нас тоже будет прописываться как экшен отдельный давайте открываем здесь пропишем его название также самое digital bull нам достаточно его сюда и input mapping контроллер контекст точнее мы добавляем наш input action jump ой speed и на left shift точнее да но как раз таки ускорение у нас будет на клавиши left shift здесь мы тоже ничего не будем прописывать давайте на персонажа отключим нашу старую систему и под экшен спит выбираем на триггер вешаем сюда на конце лет сюда давайте посмотрим нажимая shift и отлично все пишет ну и естественно всякие другие действия вы должны выполнять так же да допустим подбор предметов открытие инвентаря переключение камеры ну давайте еще быстренько сразу сделаем переключение камеры здесь у нас через flip flop работает давайте сразу отключим старую систему закроем input action speed создадим input action что у нас камера напишем что у нас камера напишем зайдем в нее пропишем сюда также digital build будет значение контекст мы прописываем новые значения это input action камера на буковку b допустим да ну кстати да давайте кроме буквы в мы можем еще какую-нибудь прописать давайте будет таб то есть не важно какую из этих буков мы нажмем у нас переключится камера сейчас мы зайдем в персонажа и здесь мы пропишем для нашей камеры и input action видите как проще когда вы правильно называете все сразу все будет вылетать на триггер ставим и давайте проверим стоит ли здесь на триггер ставить либо на старт и сейчас мы как раз таки посмотрим так нажимаю таб а когда я таб нажимается да вот давайте вот как раз таки быстренько он переключает в данном случае вот я нажал один раз на таб даже если я держу его переключение у нас не происходит постоянно как раз таки триггер у нас идет постоянное переключение то есть если вам нужно какое-то вот зажатие это у нас таки триггер если вам нужно разовое нажатие у нас старт так раз два на в на таб все отлично все переключается и на этом я думаю закончим так что всем пока до скорой встречи и и и и и и и